Регионы Поволжья пережили ураганные выходные. Грозовой фронт два дня бушевал в Татарстане, Ульяновской и Нижегородской областях, Мариэллы и Чувашии. Сотни населенных пунктов остались без электричества. Повалены тысячи деревьев. К сожалению, погибли люди. Не обошла беда стороной и нашу республику. Еженедельное заседание в Доме правительства сегодня началось с доклада о ликвидации последствий, который принес грозовой фронт. Сегодня водные просторы снова относительно спокойны. Но в субботу порывы ветра с речной глади формировали смерчевые воронки. А к вечеру с волжских волн и вовсе можно было писать картины, как у Айвазовского. Легкий моторный катер в субботу, ориентировочно в полдевятого вечера, вышел от острова Амаксар и направился к деревне Адельял Чебоксарского округа. Но не справился с волнами, перевернулся и затонул. На борту вместо пяти пассажиров находилось десять человек. Спасательные жилеты оказались не у всех. Причина трагедии – перегруз маломерного судна, а также высокая волна, поднявшаяся из-за шквалиста усиления ветра, которая перевернула судно. В результате чего люди оказались в воде. Поисково-спасательная операция проводилась уносить в сложных погодных условиях. Общими усилиями сотрудников экстренных служб, при содействии находящихся в районе бедствий рыбаков, удалось обнаружить живыми семь человек. К сожалению, девочке в 2023 году рождение спасти не удалось. Четверо детей, госпитализированные в РДКБ, спасатели продолжают искать еще двоих – 34-летнего судоводителя и 8-летнего ребенка. В поисковой операции задействованы 24 человека и 11 единиц техники. Грозовой фронт на этих выходных несколько раз испытывал Чувашу на прочность. В субботу без электроэнергии остались более 5000 человек в населенных пунктах четырех муниципалитетов. Шквалистый ветер валил деревья, сносил крыши по строю. В социальных сетях жители делились видео, на которых запечатлели градины размером с грецкий орех. Вторая ураганная волна оказалась еще мощнее. В ее зону попали более 7,5 тысяч жилых домов. Без электричества остались почти 18 тысяч человек. С сильными порывами ветра в республике были поварены около 50 деревьев, повреждены 11 опор и линий электропередачи. Три газопровода, ведущих к частным жилым домам, унесло крыши более десятка жилых домов и социально значимых объектов. Сегодня к 4 часам утра электроснабжение в большинстве населенных пунктов удалось восстановить. Глава Чувашии поставил задачу завершить работы в кратчайшие сроки. Организовать восстановление тех объектов, которые пострадали в ходе психии. Прежде всего, речь идет о социально значимых объектах. Это школы, детские сады, больницы. И прошу в течение этой недели посчитать ущерб, посмотреть, какие необходимы выполнить работы, ну и соответствующим образом определить источники проведения мероприятий. И в случае необходимости обратиться в установленном порядке в правительство для того, чтобы была оказана соответствующая поддержка. Светлана Познякова, Екатерина Янгалакова, Вести Чувашия.